Павел Николаевич, ну хоть с земляникой наладилось сбыт? Ну, я бы так сказал. На сегодняшний день мы продали уже, то есть собрали 810 тонн, и это больше 2 третей нашего плана. И ягоды мы еще соберем, я думаю, что тонн 400-500. К сожалению, вот эта первая часть или там 2 трети сбора пошли в ужасных условиях, потому что у нас по 60 тонн на ночь оставалось. Такого не было в сахозе никогда. Но это связано именно с тем, что нам запрещали торговать. В Московской области ничего не изменилось, нам так и не разрешают торговать. И сразу скажу, что вот эта вот ситуация, когда львиную долю всех доходов получают оптовики, это как раз на совести Московской области и Ленинского муниципального округа. Потому что мы же видим свою ягоду по 350 рублей, хотя мы продаем по 300. А она приехала из Фудсити, значит, ночь как минимум она там пробыла. А мы на Фудсити вынуждены, поскольку это оптовый рынок, мы конкурируем с турками, с белорусами, ну со всеми. Мы ее продаем там по 170. Получается, мы весь год работали, получаем 170 рублей и платим с этого налоги. А перекупщик никаких налогов не платит, кроме коррупционной составляющей, которую он отдает тем, кто дает ему разрешение на торговую. Или даже не дает разрешение на торговую. И получается, что люди переплачивают, мы не получаем, соответственно, бюджет недополучает деньги. А все остается, вся маржа остается у перекупщика. И таким образом мы, несмотря на то, что примерно так же идем, как в прошлом году по сбору, уже на 75 миллионов меньше получили дохода. Именно потому, что нас заблокировали. Сейчас Москва, слава богу, разблокировала ярмарки выходного дня. Мы там ставим точки и, в общем, достаточно успешно торгуем. Вчера в Москве на точках мы продали в среднем по 490 килограмм. То есть это уже хороший показатель. В ближайшее время, я думаю, когда мы сейчас разберемся с этой торговлей, мы уже тогда начнем, может быть, даже увеличивать цену. Потому что наши вот эти вот, скажем так, конкуренты, вот эти вот, я имею в виду, перекупщики, они продают по 350 и 400 и не страдают. Мы же пытаемся продать по 300 и у нас, конечно, очередь стоит. Но из-за того, что через одну палатку 80 тонн не продашь, а позавчера был рекорд, 82 тонны мы собрали ягоды. К сожалению, сегодня нам не хватило временных, но временные, они такие люди, они просыпаются утром, думают, дождь пойдет и не идут никуда. Дождя нет, сегодня не было, но, несмотря на это, на 200 человек меньше мы приняли на работу, хотя могли на 400 больше принять. Тогда мы сегодня собрали, я думаю, тонну вот тоже 80, но вот сегодня 62 тонны только собрали. Поэтому мы работаем, да, в очень тяжелейшем. Никогда не было такого года, когда нам подставили под ножку и власти, и одновременно вот коронавирус, мы не привезли сюда наших постоянных сборщиков и пытаемся сейчас как-то выйти из положения. Студенты оказались хорошими ребятами, они прекрасно играют в волейбол, в футбол вечерами, но, к сожалению, собирают они хуже даже, чем москвичи. Поэтому, ну, это студенты, это надо понять. Так что этот год был и будет все дальше очень сложным, вот именно с точки зрения сбора и продажи, но все равно, я думаю, что мы с честью выйдем. Спасибо. 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 Спасибо.